Роскошные лицензии и какой-то другой пункт, московский, вообще российский театр, попробуйте попасть в это, в театр «Адеон», и там «Здравствуйте, Ризайн», то есть, так же, как мне. Я закончил. Мы не закончили, потому что сейчас будут еще вопросы чуть позже. Покажу. Спасибо большое, Николай Владимирович. Попрошу Анну Аркадьевну вас выступить. Вот тему как раз, когда Владимир Владимирович затронул, по поводу трудоустройства. Хочу поговорить о битуриентах. Для начала водную информацию о битуриентах в 2016 году был в театр «Адеон» институте нашем, какие-либо проблемы наиболее востребованы. И есть ли реальная возможность устроиться, или вот те цифры страшные, которые в Москве, они для нас тоже актуальны? Добрый день. Ну, у нас институт реализует через специальности. Это актерское искусство основное, где учится большее количество студентов. Актерское искусство по четырем специализациям. Артист драматического театра и кино, артист театра кукол и артист музыкального театра. Также литературное творчество. Специальность, где руководитель Николай Задимирович Ковидар. И там есть еще отделение проза-поэзия. Юлия Казарина руководит. Специальность продюсерства и специальность режиссура театра. В общем-то, все специальности недостаточно востребованы. Актерское искусство у нас порядка 10 человек на место традиционно, конкурс. Конечно, обычно больше девочек выступает, но молодые люди им отдаются определенный приоритет при выступлении. В прошлом году у нас было наименьшее количество мест из всей истории театрального института. На дневное отделение актерское всего 24 бюджетных места. Традиционно долгое время их было 45, потом 40. Вот в прошлом году 24 места. Набиралось две группы. Актер драматического театра и кино и актер театра кукол. Конечно, определенные расстройства у института по этому вопросу были. На специальность и литературное творчество у нас традиционно 5-4 бюджетных места. Остальных набираем на контрактной основе. Это учена заученная форма обучения. Стоимость обучения там несколько ниже, чем из дневного. В этом есть люди, которые учатся и на контракте. В заученное отделение у нас реализуют три программы. Это актерское искусство, режиссура театра и продюсерство. С прошлого года на актерское искусство больше нет бюджетных мест на заученное отделение. Это, в общем-то, общая тенденция по стране сокращения бюджетных мест на заученную форму обучения. Для нас это достаточно тяжелая ситуация, потому что традиционно заученное обучение по специальности актерское искусство в театральном институте осуществлялось для тех людей, которые хотели повысить свою квалификацию, получить высшее образование в театральной сфере, в сфере актерского искусства. Многие приезжали из Казахстана. И, конечно, отсутствие бюджетных мест на новом, в общем-то, не в лучшую сторону сказывается на развитии этой программы. Но, тем не менее, тоже набран курс на специальность актерского искусства Владимир Ставич Дворман набирал в этом году на заученном отделении. Продюсерство – это бывшая специальность театроведения, театроведы-менеджеры, выращено много людей, которые работают в сфере театрального менеджмента, менеджмента в сфере культуры и искусства. Потом она была переименована приказом Министерства образования и продюсерства. Не самый большой конкурс на эту специальность, но, тем не менее, подготовка тоже осуществляется. То есть, в целом, у нас количество бюджетных мест в прошлом году по отношению к традиционному, которое существовало много лет существования вуза, снизилось в три раза. 32 бюджетных места в прошлом году было выделено. На 2017 год выделено 36 бюджетных мест, 30 на дневное отделение актерское искусство, 4 литературное творчество, два режиссура театра и два продюсера. Режиссура театра тоже очень востребованная, на самом деле, специальность. Очень много людей обращаются, но вот такое большое количество бюджетных мест, на самом деле, оно не останавливает людей, многие получают платное образование на базе уже существующего высшего образования, на базе наличия высшего образования. Но долгое время идет дискуссия о том, что режиссура театра должна стать бесплатным вторым высшим образованием. Дискуссия, которая ведется в Москве в сфере театральных вузов, ну вот пока этот вопрос не решен, и люди, имеющие актерское образование, высшее, вынуждены только платно получать режиссерское образование. Выпускаем мы в борт порядка 60-70 актеров. В общем-то, по нашим данным, трудоустройство у них вполне на высоком уровне. Во-первых, есть данные мониторинга, которые проводит Министерство образования ежегодно, и по данным этого мониторинга, порядка 85-90% наших выпускников, они трудоустроены. Есть, конечно, и наш собственный учет трудоустройства выпускников. Наш учредитель Министерства культуры Российской Федерации запрашивает у нас компрометные списки с местами работы наших выпускников. Ну и опять же такая же цифра, порядка 80-85% оказываются трудоустроенными. Это прежде всего и театры нашего города, то есть практически во всех театрах, и государственных, и частных, и областных, и федеральных работают наши выпускники. Ежегодно один, два, три человека остаются в Екатеринбурге. Это театры Свердловской области, Каменск-Уральск, Новоуральск, Нижний Тегил, Лысима. Это города-округа, Уральского федерального округа, Сургут, Тюмень, Тобольск, Челябинская область, Златоуст, Магнитогорск. Ну и это вся Россия. Конечно, кто-то уезжает в Москву, пробуется, остается. Наиболее востребованы выпускники отделения театра кукол и музыкального театра. Обычно у нас, когда выпускается группа кукольного театра, еще на дипломной деказе приезжают режиссеры, художественные руководители театров кукол со всей России и разбирают выпускников еще до того, как они получили свои дипломы. Актеры театра кукол и актеры музыкального театра мы набираем раз в два года. Актерам драматического театра ежегодно число их сокращается, хотя многие идут учиться на контрактной основе. В этом году мы набрали больше даже людей, кто будет учиться на контрактной основе. 24 бюджет и 32 человека на контракт, на дневное отделение. То есть в регионе проблемы трудоустройства так устраивает не стоит. Ну, по нашим, да, нашим выпускникам трудоустроены. Спасибо большое. Анастасия, вам слово прошу как человека, которого можно назвать начинающего актера, но только выпустим. Я хочу, чтобы вы получившиеся из института, рассказать, как дела обстоят в Москве сейчас. Я знаю, что там работаете. Насколько проблем это с ОСПРОСТОЙ? Добочку на микрофон, пожалуйста. Да, может быть, еще примеры какие-то? Да, ну, что я могу сказать? Вообще, я думала, что успех и радость случились, когда я поступила в театральный институт имени Бориса Щукина. В тот момент там очень большой конкурс, ну, так и во всех московских вузах, и у нас большой, а там еще больше. У меня было ощущение, когда я прошла конкурс, что все, я на пути к своему успеху, и я буду работать. Все люди, которые учатся в театральном институте, они фанатики. И они готовы работать утром, вечером, без обеда, ночью, репетировать. Это невероятное, потрясающее ощущение, когда ты сливаешься в чем-то с людьми, со своими научниками, и создаешь что-то, что возможно, когда ты имеешь шанс стать искусством. Но когда ты заканчиваешь институт, очень часто возникает такая ситуация, что ты не оказываешься востребован, не оказываешься нужен кому-то. Конечно, есть случаи, есть те студенты, потрясающие, яркие, которых они еще, будучи студентами, уже получают какие-то приложения. А есть не менее талантливые, не менее яркие и тоже очень хорошие студенты, которые эти приложения не получают по каким-то причинам. Просто потому, что не резиновая Москва, не резиновые хорошие театры. И когда я закончила институт три года назад, и за это время уже часть людей, которые со мной учились, они постепенно начали уходить в какие-то другие сферы. Потому что они побились, побились и поняли, что как-то те двери, которые они хотят, не открываются для них. Или они устроились работать в театры, просто чтобы не оказаться безработными. Но не в те театры, в которые хотели. Потому что по-настоящему хорошие, ну сложно сказать хорошие, скажем так, популярные театры, которые находятся на времени волны, они не устраивают открытых хастингов. Ты не можешь просто прийти и сказать, здравствуйте, я заканчиваю театральный институт, и не могу либо на меня посмотреть, на меня послушать. Так не всегда происходит. Показ должен кто-то организовать, либо для вашего курса, либо попросить за тебя лично. С улицы туда попасть сложно. Поэтому про себя лично могу сказать, что у меня был момент некой растерянности, который привел меня к тому, что я начала делать что-то самостоятельное. Я поняла, что мне очень тяжело находиться в таком зависимом положении. И тогда мы с моей подругой, которая училась на режиссуе, хоть и не ангелия Лефейченко, написали свое кино и сняли его. Потому что я поняла, что ждать можно и ходить на кастинги, и пробовать можно очень долго. И можно ходить на них успешно или неуспешно, но это никогда не будет зависеть. Ты никогда не узнаешь. Ты можешь ждать всю жизнь, ты можешь выстрелить в 60 лет, ты можешь выстрелить никогда. Поэтому, если есть какая-то такая возможность, нужно стараться брать инициативу в свои руки и делать все, что от тебя зависит, не только в каком-то пассивном ожидании успеха и шанса, который к тебе уйдет. Вот и все. Памятку предлагаю разлучить, не знаю, 2-3 тезиса, что делать с молодым актером, начинающим актером, завтрашнему выпускнику, раскручиваться в Инстаграме, снимать смешные ролики, становиться. Ну вот, Елена Горбачева, я надеюсь, что вы знаете, а может быть не знаете ее. Она очень талантливая актриса, которая училась на 2 года старше меня в театральном институте ими Бориса Щукина. Играла там потрясающе, гениально Жанну Дарка, после выпуска стала играть в театре Петра Фоменко. Тем не менее, она стала широко известна и стала сниматься активно, и стала востребованной актрисой действительно только после того, как у нее стал популярный Инстаграм. Она просто снимала. И очень жаль, что в наше время таково, потому что в действительности ей это не нужно, и она намного больше, чем это, и стоит любому человеку прийти на ее спектакль, и все сразу будет понятно. Но сейчас не так много людей, особенно молодых людей, имеют привычку и желание ходить в театр, и ее тоже нужно воспитывать как-то, и родители должны обращать на это внимание, не меньше, чем на какую-то школьную успеваемость. Потому что ребенок, который никогда не был в театре, редко становится взрослым театралом. Правильно. Вот профессия для кого актерской надо добавить. Кто-то сказал, что тысячу акторов должны сгореть, а тысяча первых станет известным. Известным. А тысяча человек куда-то уходит, исчезает. Не знаю, что кто знает, от чего зависит. Не всегда таланты, кстати, а и бывают участники и соседи, по непонятным совершенно причинам. А по поводу детей, о том, что дети должны играть в театр, конечно, вот в Москве стоишь, продаешься, один подходит программу, купит, другой, третий, четыре, пять. У нас в Екатеринбурге я всем всегда говорю, ну как выпиши в театр, зрители, ну просто укоряй, выпиши в театр, а почему вы про нам не покупаете? Ну как, так мы вот, наш автограф, мы в прошлый раз купили, потому что 20 рублей, шею в язде программу стоит. Возьмите ее, пожалуйста, я напишу, выпиши в меня всю жизнь. Ну, возьмите, как бы, приучать публику к тому, что вы пришли в театр. Это другой мир, другая, другая реальность. Переобуться, надушиться, прическу сделать, вся на крючку, взять, ну, программочку купить. Потом сесть, смотреть, как бы, и уходить до конца, пока которые не уйдут со сцены, не торопиться в буфет, ну, как-то воспитывать, воспитывать, воспитывать. И у нас в театре, я знаю, 15 детских и 20 детских спектаклей. На каждом детском спектакле мы тоже понимаем, что надо делать качественный продукт, и с каждым ребенком поговорить, чего-то сказать, чтобы он понял, что театр это не страшно, театр это красиво, это очень хорошо. Прошло 15 лет, и существует мой театр, приходит взрослая парня из дороги, а мы покупали вот золотого ключика, а мы смотрели у вас еще один цветочек. Таким образом, я не хочу себя хранить, но так или иначе, мы потихонечку, как говорят, социально-значный маргет, мы приучаем людей, у детей, не бойтесь театр, выходите в театр, выходите в разные театры, не обязательно, там, поедите в москомедию, и офферную туда-сюда, ну, как же и без театра, как-то невозможно. Когда говорят, что 3% населения посещает театр, надо увеличивать этот процент, надо, чтобы каждый человек, приходящий в театр, понимал, что тут его любят, ждут к нему хорошо. Я не буду вам называть театр один, который приходишь, не льдер глядит, и что пришли? Давайте ноги вытирайте. Куда вы ходите? Господи, зачем вы меня позвали? Зачем я пришел, деньги заходят? Ну, что воспитывать, по башке бить всех, от уборщицы в театре, до, я не знаю, до актеров, до народного, всех, что эти люди принесли тебе деньги, отдали в кассе, тебе, вот, у меня все говорят, что это делать про деньги, про деньги? Ну, извините, вы идите на улицу и попросите 10 рублей. Вам кто не даст? Вот вам кто даст. Никто ничего не даст. Деньги надо зарабатывать. А человек заплатил 700 рублей за первое место, уважай или люби, выкланяйся ему, потому что это твоя зарплата. На то есть такие режиссеры, которые говорят, я буду самовыражаться. Ну, вот самовыражайся и там, где на своей даче, бесплатно в темноте, где хочешь. А деньги тебя заплатили, уважая людей, благодари, улыбайся, целуй задницу, извините, грубое слово. Прямой я такие, ля-ля-ля. Вот, кстати, да, я бы задавала вопросы от журналистов. Также не бывает, что у нас идет прямая консультация в Фейсбуке, нас может 1600 человек. И мы будем задавать вопросы. Николай Владимирович, пожалуйста.